В одном из стримов вы упомянули про кармический брак. Что это означает? Можно ли научиться жить в нем счастливо? Спасибо! Доброго времени суток! Я рада нашей с вами новой встрече. Итак, что такое кармический брак? Это такое словосочетание, которое у всех на слуху. На самом деле это две достаточно жестких противоположности, два человека, которые убеждены в своей правоте, и для того, чтобы они в меньшей степени раздражали пространство и рядом с ними находящихся людей, вот они вдруг влюбляются друг в дружку. Простите за тавтологию. Но тем не менее. Это, допустим, возьмем Овин, где человек беспрекословно желает подчинить всех и вся, где он такой безапелляционный, где его приказы должны, безусловно, выполняться, и при том, при всем достаточно серьезная такая внутренняя эмоциональная окраска, да, чаще всего минусовая. И, допустим, женщина-скорпион. У женщины-скорпиона такая красивая придуманная жизнь, где птички, цветочки, какие-то такие развлекушки, и самое главное, что все ее должны любить, ценить, и все для нее исполнять и делать, когда она крайне редко вообще говорит, что бы она хотела, и просто ждет. А если не получается, что человек не угадывает ее какие-то там мечты и чаяни, ну, тогда начинается такая взаимная война. Только Овин воюет серьезно и криком, и даже, может быть, там какими-то игнорными действиями. А девушка-скорпион так ласково, хорошо и делает гадостей, которые обычно, если девушка-скорпион, то бьет так под ноги и придает направо и налево, не успей оглянуться. И любая противоположность, вот если вы даже, ну, условно возьмете по кругу, там, о том у любого астролога посмотрите, то вот та противоположность друг напротив друга является, ну, так называемым кармическим браком. Измениться, конечно, можно измениться. Почему мы так категоричны в той или иной модели поведения? Потому что среда обитания, из которой мы вышли под названием семья, она подразумевает тоже обретение одной из крайностей, в которую человек впадает, и все остальное не имеет для него ни значения, ни ценностей. И эта крайность как убеждение, как действие, как привычка, как стереотип, как трафарет, как угодно называйте, и руководит им по жизни. И вот для того, чтобы эти люди не натворили много чего нехорошего, чтобы все-таки у них появился шанс для того, чтобы измениться и как-то осознать многие вещи, они обращают внимание бессознательно на свою ровную противоположность. Где агрессивные, тем нравятся очень мягкие, приятные такие волшебные девушки или мужчины. В этом мире на самом деле мы же с вами учимся. Учимся, знаете как, исправлять собственные же ошибки по своему невежеству и незнанию. Так что любой брак, его можно как разрушить, так и усовершенствовать. Если два человека садятся, и взрослая позиция их позволяет объяснить, договориться, найти точки соприкосновения и выстроить ту модель поведения, ситуации, в которой будут обсуждаться, будут слагаться усилия и обязательно идти к совместному результату. Потому что мужчина и женщина, у них разные роли, у них разные задачи. Если женщина благоустраивает ту ситуацию или ту квартиру, то пространство, в котором они с мужем находятся, и ее задача создать условия для того, чтобы как мужу, так и ее детям было комфортно и достойно. А мужчина занимается тем, что эту систему под названием семья или тех людей, в том числе детей, видя, как они направлены, какие у них задатки, вот эти задатки начинает развивать. Так вот, причина-то конфликта в семье, она же очень банально проста. Кто-то хочет быть главным. И вот заголовенство такое очень мнимое, очень призрачное, все, собственно говоря, и бьются, пытаясь аргументировать количеством денег, которые они зарабатывают, пытаясь навязать супругу или супруге какие-то чьи не очень корректные убеждения. Или еще там берут в подмогу себе маму, папу, братьев, сестер, родственников, подружек, друзей и пытаются задавить такого супруга, который не согласен и не хочет подчиняться тому сценарию развития событий, который второй решил, что это будет так. В принципе, если очень заморачиваться на эту тему и представлять себе то, что это обреченность, карма, она неисправима. На самом деле, что такое карма? Это повторяющиеся события в нашей жизни, разрешить которые мы, собственно говоря, обязаны, чтобы улучшить свою жизнь. Но в силу того, что мы не заморачиваемся, а все это перекладываем на какие-то обстоятельства, на каких-то людей, которые нам что-то навели, и придумали, и что-то сделали, на собственное бессилие, которое всегда порождает такую пресловутую, знаете, как никчемность, такую посредственность, какая-то такая очень слабая, вязкая жизненная позиция. И тогда в мыслях, где нет ни времени, ни пространства, мы туда можем уходить денно и ношно, что, собственно говоря, сейчас и проявлено в виде интернета, вот нам и показывает, чем больше у человека ситуаций, с которыми он не может справиться, и он начинает агрессировать, ревновать, наблюдать, контролировать, тем в большей степени он и подвергает сам себя этой пресловутой карме. Как только мы садимся и разговариваем, как только мы назначенные себе самим действия, по крайней мере, выполняем или предупреждаем, что в какой-то там веской причине не смогли этого сделать, и не пытаемся выгадывать и обманывать, тогда любой брак, любой брак, он превратится, по крайней мере, уж если не в чистую светлую любовь, которая будет преображаться с течением времени, и уровень уважения и веры супругов будет достаточно серьезен, и это очень высокая такая чистота любви, то, по крайней мере, страдающих будет в меньшей степени. И даже если не выходит договориться, то, выбирая пути раздельного бытия, люди не будут друг друга ненавидеть и не будут, знаете, как обижаться, доходя до очень неадекватных поступков, потому что убеждают себя не кто-то, а человек убеждает себя в том, что если бы не он, то у меня бы было все хорошо. Или придумывают себе, что он обещал то, а не сделала, она обещала то, и не соответствовала моим ожиданиям. Чем меньше будет придуманности в отношениях, в браке, в дружеских отношениях, в отношениях между коллег, тем проще и лучше будет выстраиваться наша с вами жизнь. Это удивительные вещи, на которые человек в силу своей занятости и замороченности просто не хочет обращать внимания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...